Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал и в сегодняшнем видео я вам хочу показать туториал на большое количество бесплатных фиолетовых и сиреневых вещей в Роблоксе. Я уверена, что вы их еще точно не получали и еще такого туториала ни у кого не видела, поэтому вы будете одни из первых, кто получит эти вещи бесплатно в безлимитном количестве прямо сейчас после просмотра этого ролика. Ну что ж, ребятушки, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки за мои старания и также вступайте в мой телеграм-канал. Ну а я начинаю свой рассказ после небольшой рекламки, поехали! Торпец – это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать Роблоксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в самых разных валютах. Ну а также Старпец раздают всем своим новым пользователям бесплатных питомцев по моему промокоду, который действует до конца марта. Переходите на сайт старпец.gg и на их социальной сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Покупайте выгодно и безопасно! И для чистоты эксперимента все свои бесплатные вещи я буду получать со своего второго аккаунта. И в первую очередь нам, ребятам, нужна с вами игра Пигги. Да, представляете, в этой игре мы с вами можем получить бесплатно в безлимитном количестве классные три вещи. Пойдемте зайдем в эту игру, расскажу, что тут нужно делать. Но перед началом, ребят, хочу сразу сказать, что нам нужно будет с вами создать свой вип-сервер. Он у нас, слава богу, бесплатный. И также открыть доступ для друзей. Потому что вам понадобится зайти либо со своим другом, либо со своего второго аккаунта к себе на сервер. Прежде всего, для прохождения этой игры и получения бесплатных вещей нам нужно два человека. Вы и еще кто-то. Ну, либо ваш второй аккаунт. Все, заходим на вип-ку и поехали! И как только, ребят, мы с вами зашли в игру, важно, чтобы наш с вами друг или наш фейк присоединился к нам. Затем мы нажимаем на книгу 2 и переходим вместе со своим другом на книгу 2. Это очень важно. Затем нажимаем на кнопочку играть. Затем внимательнее смотрим. Нажимаем на кнопочку команды. Это такая кнопка сбоку. Затем установить карту. Глава первая. Установить режим. Далее игрок. И теперь нажимаем установить пики. И выбираем нашего с вами фейка. У меня это лично лазербой. И теперь пропустить таймер. Если у вас все на английском, вы просто нажимаете те же самые кнопки, только вот так вот. Теперь мы с вами загружаемся в этой игре, и у нас пошел таймер. И за эти 10 минут мы с вами должны все успеть сделать. Теперь наша первая с вами задача, это собрать все 4 ключа, разбросанные по этой карте. Я вам предлагаю начать с красного. Он у нас находится, ребята, вот здесь. Вот это его основное место. Но имейте в виду, могут ключи находиться в разных местах, неподалеку друг от друга. Все, мы взяли с вами красный ключ, и теперь бежим, открываем красную дверь. Все, мы с вами красную дверь открыли. Теперь бежим, берем оранжевый ключ и открываем оранжевую дверь. Здесь у нас на полке лежат вот такие ножницы. Мы их с вами тоже берем и бежим вот к этой двери. Нам нужно разрезать тут ленточку. Теперь здесь, в этом помещении, мы с вами поднимаемся на второй этаж. И тут у нас тоже должен лежать ключ. Если, ребята, у вас также ключи не находятся в этих же местах, просто перезайдите в игру. Постарайтесь сделать так, чтобы на сервере все совпало со мной. Такое бывает, нужно просто перезайти. Но тем временем я уже взяла зеленый ключ и бегу к зеленой двери открывать ее. И как только, ребята, мы открыли с вами последнюю дверь, мы с вами должны найти швабру. Смотрите, в первый раз я пыталась ее найти в этом помещении, ее там не было. Я пошла в другое помещение и здесь под лестницей ее нашла. Теперь, ребята, мы с вами возвращаемся в наше первое место, где мы открыли красную дверь. Там такая вот лужа сейчас большая находится. Мы с вами вытираем. Теперь, ребята, особенное внимание. Мы подходим к этой двери, нажимаем на нее и нам в ответ должны постучать до девяти раз. Вы должны запомнить эту цифру. И теперь мы запоминаем ее. Можете где-то себе записать. У меня было лично девять ударов. Мы с вами бежим, запоминаем эту цифру в уме, вот в это место. Это у нас кафешка. Ее легко запомнить по вот такому полу. Тут она шахматная. Смотрите, мы бежим за вот этот столик. Здесь видим такой красный кубик. И на нем мы с вами должны выставить ту же самую цифру ровно столько раз, сколько нам постучали. Я лично, у меня это была цифра девять. Все, мы теперь возвращаемся снова в то же место. Теперь нам с вами еще снова должны постучать. Мне лично постучали во второй раз три раза. Три удара было. И теперь мы с вами бежим вот в это место. Здесь у нас также находится наш второй кубик. Выставляем ту же самую цифру. У меня это цифра три. У вас может быть другая. Обратно возвращаемся к этой двери. И третий раз слушаем, сколько ударов нам скажут. У меня в третий раз было пять ударов. И теперь мы с вами возвращаемся уже к вот этому синему кубику. Он у нас тут очень рядом расположен. Все, также вбиваем наш код. И возвращаемся к этой двери. Все, теперь она у нас наконец-таки финально открывается. И теперь нам с вами предстоит финальное задание. Мы с вами подбегаем вот к этим рычагам и делаем так, чтобы они все смотрели на стену. Вот так, как показано у меня сейчас на экране. Все, теперь мы с вами забегаем в наше следующее здание. У нас дверь открылась. Теперь наша с вами задача выключить все вот эти вот горящие факелы. Они у нас их всего четыре. И мы с вами просто по кругу их выключаем. Следите за временем, чтобы оно у вас, ребят, не подгорало. Теперь мы обратно возвращаемся в предыдущую комнату и нажимаем на рычаги. Теперь наша с вами задача, чтобы они все смотрели на нас. Нажимаем на них. И как только все рычаги смотрят на нас, мы с вами заходим в следующую комнату. Вот здесь вот она у нас расположена. Мы с вами вместе с этим слоном пробегаем этот лабиринт. И все, теперь у нас точно финальное испытание. Смотрите, по всей комнате расположено 9 кнопок. Специально для вас я составила вот такую схему, где и как расположены эти кнопки. И теперь наша с вами задача в правильной последовательности нажать все три кнопки в соответствии с нашим кодом. У меня лично это 935, поэтому я побежала по такой схеме. У вас это может быть другой код. Все, ребят, я вас поздравляю. У нас открылась финальная последняя дверь. И теперь мы просто с вами бежим в этот черный квадрат. И вуаля, нам выдали бейджик. Все, ребят, я вас поздравляю. Три бесплатные вещи у нас в адвентаре. Идемте, я вам их покажу. Ну и по итогу, после прохождения мы с вами получили вот такие три классные бесплатные сиреневые фиолетовые вещи. Сейчас я на себя их примеру и покажу вам. Ну и вот так вот, ребята, этот костюм смотрится на мне. Мне безумно нравится, как это все вместе сочетается. То есть, ребят, за прохождение этой игры вы получите вот такой вот полноценный готовый бесплатный образ. Это в целом очень здорово. Но на этом, ребят, еще не все. Пойдемте, покажу еще две игры, где мы можем получить бесплатные сиреневые вещи. Для этого в поиске пишем название вот этой игры. Вот такое название Island of Moff. Заходим, ребята, вот в эту игру. И теперь, ребята, бежим вот к этой стойке. И здесь мы с вами пишем наш первый промо-код. Начинаем, ребят, с этого использовать промо-код. Пишем. Первый промо-код VictoryLab. Замечательно, получили бейджик. Следующий промо-код. Вот такой вот тоже вводим. Получили бейджик. Вот такое вот название у нашего третьего промо-кода. Замечательно, выкупили. Четвертый промо-код называется вот так вот. Да, согласно, длинное название. Но, ребята, давайте без ошибок. Замечательно, выкупили. Ну, а далее вот такой вот короткий промо-код. DIY. Тоже выкупили. И следующий промо-код. Вводим. Все, снова выкупили. Ну и по итогу вот такие вот шесть аксессуаров мы с вами получили к себе в инвентарь. Давайте примерим вот эти четыре. Ну и вот такой вот полноценный образ у меня получился. Это вот такой аксессуар на плечо. Далее, ребята, вот такой интересный посох. Очки и наушники. Ну, наверное, наушники и очки мне тут нравятся больше всего. А еще мы получили вот такой вот интересный рюкзачок и кепочку. Но они у нас уже не сиреневого цвета. Хотя нет, видите, надпись все-таки сиреневая. И теперь, ребята, нам нужна с вами еще следующая игра. Называется она вот так вот. Connect 23 Hub. Заходим в эту игру. И здесь мы с вами снова получим еще один бесплатный аксессуар. Это классные очки в фиолетовом цвете. Все, присоединяемся. Также, ребята, смотрите, в этой игре мы с вами можем получить вот такую вот бесплатную черную футболку. Здесь по всей карте разбросаны буквы. Всего лишь 7 штук надо собрать, и мы получим вот такую черную. Но конкретно сейчас она нам с вами не интересует. Но в целом имейте в виду, я вам сейчас покажу даже как ее можно получить. Вот здесь, ребята, повсюду разбросаны буквы. Их нужно полностью собрать. И тогда мы с вами получим бейджик. Вот такое вот задание. Просто нажимаем на букву Е и собираем все 7 букв. Как только соберете, вам гарантирую получите бейджик. Но сейчас, ребята, смотрите, мы с вами заходим вот на эту лодку. Здесь, ребята, мы с вами будем играть. Точнее, мы на этой лодке отправимся в путешествие. Нужно дождаться еще одного какого-нибудь игрока, чтобы он с нами смог поиграть. Все, дождались игрока. И теперь ждем, пока отправимся в путешествие. И теперь, ребята, смотрите, мы оказались вот на таком острове. И теперь нас определяют в две разные команды. Мы либо, короче, бегуны, либо искатели. Если, ребята, мы с вами побеждаем в этом раунде, мы автоматически получаем бейджик. То есть, смотрите, бегуну нужно убегать от меня, а мне, наоборот, нужно поймать его и заморозить. Вот, смотрите, берем и просто замораживаем. И так нужно, чтобы он продержался до конца раунда. Смотрите, как быстро мне повезло, и я получила бейджик. То есть, я просто его заморозила, он был одним игроком, и все на этом. Кстати, большой плюс этой игры, то что в нее практически никто не играет. Поэтому вы можете с другом зайти, либо со своим вторым аккаунтом, и сыграть в эту игру. И кто-то из вас просто подастся, и вы сразу же автоматически получите эту бесплатную вещь к себе в инвентарь. Вот такие замечательные солнцезащитные очки я получила. Ну, а вот так вот они на мне смотрятся. Да, согласно моей головой, почему-то они не сочетаются. Но, в целом, если поиграться со скином, то эти очки довольно-таки неплохо будут на вас сидеть, имейте в виду. Но на этом, ребята, это была вся информация. Если вам понравился данный ролик, обязательно поставьте лайк. Я очень сильно старалась. Все. Всем спасибо. До новых встреч.